Слава Богу, дорогие мои братья и сестры, я всех еще раз приветствую, любовью Иисуса Христа, и Бог даровал нам этот воскресный день. Аллилуйя! Я хотел бы вместе с вами, братья и сестры, перед тем, как мы будем завершать собрание и прежде будем молиться, я хотел бы порассуждать еще над местами Писания. И тема моя сегодня – вера в нашей жизни. Или, можно так сказать, важность ее. Бог каждому из нас дал меру веры. Здесь нет человека такого, который мог бы сказать, ну, у меня веры нет. Каждому человеку Бог дал меру веры. И она есть разная у каждого из нас. Слава Богу. И потому первое, на которое я хотел бы обратить внимание, у меня несколько пунктов, это Бог каждому дал меру веры. Римлянам в 12 главе написано. «По данным мне благодати всякому из вас говорю, не думайте о себе более, неже должно думать, но думайте скромно, по мере веры, какую каждому Бог уделил». В другом месте написано, что если пророчествуешь, пророчествуй по мере веры. Слава Богу. Бог каждому дал меру веры. Здесь не написано, что, знаете, она сама появилась, написано, «каждому Бог уделил». Аллилуйя. Так что сегодня, можно так сказать, у каждого из нас есть мера. Много или мало, я не знаю, но у каждого из нас есть. Бог позаботился об этом. Бог дал тебе и мне эту меру веры. Слава Богу. Так что пусть Бог благословит. Знаете, что в твоем и моем сердце уже есть какая-то частица ее. Аллилуйя. Второе. Вера должна возрастать. Вера в нашей жизни должна возрастать. То есть Бог уделил меру веры, какую-то часть сдал, он положил в наше сердце. И теперь Бог хочет, чтобы мы эту веру взращивали. Чтобы она росла. Как дети растут. Знаете, как иногда пирожки жена печет, да, она тесто поставила, и оно что должно бы, знаете, подняться. Так и вера, чтобы умножилась. И вера должна возрастать. Это второе. Фессалоникийцам, 2 Фессалоникийцам, 1 глава. Написано. Всегда по справедливости мы должны благодарить Бога за вас, братья, потому что возрастает вера ваша. И умножается любовь каждого друг к другу между всеми вами. Бог хочет, чтобы вера наша, она росла. Так же и любовь. Бог хочет, чтобы и любовь умножалась. Написано, Бог Духом Святым любовь излил в наши сердца, да? То есть есть часть любви тоже в нашем сердце. Но Бог хочет, чтобы эта любовь, она росла в сердце. И оно зависит от нас. Чтобы вера росла. А как она растет? Слово Божье нам говорит такие слова. От слова Божьего вера растет внутри нас. Читаю такое место Римлянам, 10 глава. Итак, вера от слышания, а слышание от слова Божьего. Вера в нашем сердце растет через слово. И знаете, если у нас не хватает веры или ее мало, то нужно позаботиться, чтобы она была. И каждый должен заботиться о своей вере. Написано, каждый будет жить своей верой. Так же? Каждый будет жить своей верой. И Бог хочет, чтобы в твоем сердце вера не просто, когда ты пришел в церковь, Бог тебе какую-то частичку дал, и ты ее сохранил. Помните, как тот положил в платок и закопал. Нет. Бог хочет, чтобы эту веру ты в себе, знаете, взрастил, умножил. Пусть у тебя станет ее больше. Иногда мы хотим, чтобы кто-то мою веру увеличил. Так же? Чтобы пастор стал и проповедь такую хорошую сказал, или там гость какой-то приехал, и проповедь хорошую сказал, или помолился за меня, возложил руки. И смотришь, я после этого стал таким, знаете, гигантом веры. Понимаете? Такого не бывает. То есть каждый должен позаботиться о своей вере. Бог тебе дал, взрасти ее, пожалуйста, через слово Божье. Вникай в слово Божье, изучай слово Божье, читай слово Божье, слушай Бога, и твоя вера, она будет становиться больше и больше и больше. Если у тебя не хватает веры, то значит, что ты не так делаешь. Понимаете? Пусть сегодня Бог благословит. Вера должна возрастать. Второе. Третье. Вера без дел мертва. Так слово Божье говорит. Якова 2 глава, читаю. Ибо как тело без духа мертво, так и вера без дел мертва. Бездействие, оно убивает веру. И это правда. Библия написано, покажи мне свою веру без дел. Ну, какую я могу показать веру без дел? Понятно, если у меня, знаете, веры нет, то и дел нет, понимаете? А я, говорит, тебе покажу веру из дел моих. И потому, братья и сестры, сегодня к нам всем вопрос такой. Если в моем сердце вера, если есть, то, братья и сестры, покажи веру через дела. Аминь. Бездействие, оно убивает веру. А вера, она действует. Она что-то совершает. Вот помните, Бог сказал Ною, построй ковчег. Да? Будет потоп. И Ной послушал слово Бога, да? И мы видим, что он начал делать. Вера начинает строить. Так же? Он начинает строить ковчег. Сколько он строил, много лет он занимался. Но, тем не менее, вера, она начинает действовать. И мы видим, что Ной, благодаря тому, что в его сердце была вера, он построил ковчег. Слава Богу. Он построил. Вера, она начинает делать, она начинает двигаться. Хотя многие говорили, да что, какой там потоп, знаете, и тому подобное. Но, тем не менее, он говорил, знаете, Бог мне сказал. Бог мне сказал. И он строил. Слава Богу. Якова, в пятой главе, там интересное слово написано. Болен ли кто из вас? Пусть призовет пресвятеров церкви, и пусть помолится над ним, помазав его Илеем во имя Господне, и молитва веры исцелит болящего, и восставит его Господь, и если он садил грехи, простятся ему. Так слово Божие учит. Болен ли кто из вас? Бог хочет видеть действия веры. Некоторые думают, вот я заболел, знаете, меня никто не посетил. Я заболел, знаете, за меня никто не помолился. Так написано. Болен ли кто из вас? Пусть призовет пресвятеров. Так же? То есть это должна совершиться твоя вера, ты должен позвать. Потому что бывает, что церковь очень большая. И откуда люди знают, или откуда пресвятер знают, что вы заболели? Ты должен позвать. Ну ладно, заболел, выздоровеешь. Но если ты хочешь, чтобы выздороветь, то вера начинает действовать. Она начинает что делать? Она начинает призывать пресвятеров, служителей, чтобы за него помолились. Так же? И молитва веры исцелит болящего. Так что, если вы сильно заболели, и вы хотите, чтобы Бог вас исцелил, вам нужно сделать шаг веры. Вера, она действует, понимаете? Вам нужно позвать служителя, и чтобы он помолился за вас. Может быть, с елеем помазания, может быть, с возложением рук. Может быть, нужно иногда, некоторые даже не хотят или боятся говорить вслух собрания, вслух церкви. Помолитесь обо мне, я заболел. Не стесняйтесь. Братья и сестры, вера, она действует. Ты встаешь, ты тем самым говоришь, я верю, что Бог силен исцелить меня от моей болезни. Понимаете? Ты провозглашаешь Бога, что Он Бог всемогущий. Когда мы молчим, знаете, то это плохо. Это плохо. Нужно говорить, помолитесь. Одна молитва, вторая, третья. Знаете, смотришь, человек получил исцеление. Я знаю много случаев, когда мы молились и мазали илеем. И человек вроде бы пошел домой, знаете, так же самый больной. Но вера, она возросла, и человек через некоторое время полностью получил исцеление. Слава Господу, по сей день. Так что действие веры приводит к результату. Действие веры приводит к результату. Но каждому из нас Бог дал меру веры. И вера должна что? Она должна возрастать. И следующее, вера без дел, она мертва. Нужно, брат и сестры, действовать в вере своей. Аминь. Четвертое, на что хотел бы обратить наше внимание. Мы говорим вера в нашей жизни. Мы эту тему сегодня рассуждаем. Четвертое. Вера действует любовью. Как это? Да, вера действует любовью. Смотрите. Галатам 5 глава. Ибо во Христе Иисусе не имеет силы ни обрезания, ни обрезания. Но вера действующая любовью. Но вера действующая любовью. Знаете, без любви невозможно иметь великую веру. Без любви невозможно иметь большую веру. Есть вещи, которые связывают веру. И это грехи. Они связывают. Есть у человека грехи-могильщики. Знаете, они заживо съедают и ведут в могилу человека. Никогда человек, который живет во грехах, никогда не будет иметь, знаете, в сердце своем любовь. И никогда не будет в сердце его, знаете, вера действовать любовью. Есть грехи могильщики. Какие это грехи могильщики? Я хотел бы обратить на это внимание. Это обида. Я еще не видел никого, чтобы за обиду отлучали или брали на замечание в церкви. Та же обида. Но обида, знаете, она съедает человека изнутри. Она жирает. Это червь могильщик. Это, знаете, это человека, знаете, съедает он внутри, знаете. И часто этот грех, он сопровождается, знаете, вот таким самосожалением. И человек, знаете, ему так себя жалко. И человек, знаете, этот грех, этот, знаете, червяк человека ест, ест. Знаете, в обиде человек получает сладость. Знаете, этот червяк, который человека внутри ест, знаете, он человека как бы отравляет, выделяет такой яд, что человек, знаете, вот ему сладостно в этой обиде. Понимаете? Ему приятно находиться в этой обиде. Само сожаление, мысли разные, которые к нему приходят И потому, дорогие мои, это есть грех Это, можно сказать, червяк, грех, могильщик Который заживо, изнутри съедает человека, понимаете? Изнутри И потому, если в твоем сердце есть обиды на кого-то, знаете, то не лилей То сделай, знаете, прививочку или съешь такую таблеточку Чтобы этот червяк вышел, чтобы он умер, понимаете? Есть такой грех, тоже могильщик, зависть Я не видел, чтобы кого-то из-за зависти, знаете, взяли на замечание Или отлучили тоже от церкви Знаете, грехи не отлучают Но зависть, написано, из-за зависти, да, распяли Христа Зависть она убивает Зависть она не дает смотреть на брата, на сестру с любовью Делать доброе дело Знаете, сегодня зависть, она буквально многих даже христиан внутри живет Почему? Потому что на успех другого так больно смотреть Когда Бог благословляет кого-то, когда Бог кому-то что-то дает Это, знаете, не тебе, а ему дает Знаете, вот зависть начинает внутри человека съедать Он не желает человеку доброго Он не желает человеку благословения Она съедает, понимаете, внутри Может быть, вы переживали такие моменты Когда вот позавидовал, но Кого-то Бог сильно поднял От тебя он неприятен, этот человек Просто неприятен Вот ты думаешь, как это? Его? Да, его И Бог тебя не спросил Знаете, я себе поймал на мысли однажды Я приехал сюда в Америку И я услышал, некоторые, знаете, приехали сюда тоже в Америку И я услышал, что та личность приехала в Америку И думаю, и вот приехал Да, ему тоже Бог открыл дверь И тебя не спросил Но я бы его сюда не пустил Понимаете? Я бы его сюда не пустил У меня к нему такое отношение Но Бог его сюда пустил И тебя не спросил Вот так и в небе будет Понимаете? Бог кого-то спас И Бог его хочет видеть там Тебя не спросит И хуже всего, когда мы придем на небо И думаем, как он? Да он пришел, слава Богу По милости Божьей По великой его любви Слава Иисусу Так что зависть это вещь, которая она съедает тебя изнутри Ты себе вредишь Пройдут время Тот человек или тот человек Будет благословен Бог его ведет Бог благословляет Ты съедаешься изнутри Понимаешь? С тобой что-то происходит Есть такой грех гордость Но гордый человек никогда не видит в себя, что он гордый Гордость, она Часто ее замечают другие люди И говорят, ты горд Знаешь? Что я горд? Я не горд Я справедливый Понимаете? У меня повышенное чувство справедливости Братья и сестры, гордость она тоже съедает Это грехи могильщики И что такое грех? Это непрощение Вот когда человек кому-то не прощает Вы знаете, что этот червяк съедает тебя или меня? Нужно простить Написано, если мы не будем прощать согрешение То и Бог, Отец Небесный, не простит вам То есть оказывается через мое непрощение Если я не простил маму Если я не простил папу Если я не простил брата Если я не простил сестру Дорогие мои Я сам подпадаю в осуждение И Бог Небесный мне не простит Почему мы молимся Отче наш сущий на небесах И прости нам Грехи наши, как и мы прощаем Должник А если не прощаем То и нам не будет прощены Наших грехов И потому эти грехи могильщики Мы говорим, что вера действующая любовь В этот пункт смотрим То есть есть вещи, которые, знаете Ты никогда не будешь с грехом Знаете, действовать в любви Непрощение Гордость Осуждение За эти грехи не осуждают Но они внутри съедают человека Пусть сегодня Бог благословит Чтобы мы, братья и сестры Пили пилюльки чаще от этих грехов Аминь Когда человек пьет Мы видим, а он пьет Когда человек курит О, курит Мы видим, курит То есть есть большие грехи Которые сразу заметно Так же, когда виноградник зайдет В верблюд, то понятно Знаете, в верблюд виноградник зашел Но слово Божие говорит Ловите лисенят Они портят виноградник Лисенят Их не видно Они подкатывают корни Они съедают изнутри Понимаете Ловить лисенят Пусть сегодня Бог благословит Братья и сестры Чтобы мы Знаете, да Большие грехи видно Но за эти маленькие Часто мы не боремся Знаете Мы другого можем наставить Ну ты не обижайся Ну прости брату А как насчет меня Я-то не обижаюсь Я прощаю брату Пусть Бог благословит Пятое Вера идет от сердца Римлянам 10 глава написано Потому что сердцем веруют к праведности А устами исповедуют ко спасению Я не головой верю Не чувствами, не эмоциями верю Вера моя находится в моем духе В сердце, понимаете И потому, Писание говорит Потому что сердцем веруют к праведности В сердце вера Аллилуйя Она от сердца исходит И потому сегодня нужно заботиться о своем духе Заботиться Я много раз, знаете, вот я ездил Она как навигатор вера Она показывает, что правильно ты идешь Или неправильно идешь Вот вы, может быть, тоже переживали Я много раз, когда с Украины ехал в Германию К своим родителям Мы часто по навигатору ездили И Алена была много раз свидетелем Когда мне казалось, что я не туда еду Особенно в Германию, когда заезжаешь Там столько много дорог, развилок разных Знаете, иногда, когда погода плохая Ты уставший, знаете, и тебя дорога ведет Мне кажется, я должен повернуть был налево Ну, сто процентов налево А навигатор показывает направо И вот, знаете, я борюсь со своими чувствами, что я не туда еду Я борюсь, но я доверяю навигатору И смотришь, Он правильно привел тебя А я, знаете, а мне хотелось туда Мне казалось, знаете, я не туда Ну, кто вот ездит, да, особенно Кажется, вот туда Так же? А кажется, не туда, а вот туда Вот вера, она помогает ориентироваться Слава Богу И последнее, что хотел бы обратить внимание И мы будем молиться Вера, она опирается на слово На слово Матфея, 8 глава, 8 стих Сотник же отвечал, сказал, Господи Я не достоин, чтобы ты вошел под кровь мой Но скажи только слово И выздоровеет слуга мой Вера, она всегда упирается на слово Если Бог сказал, я верю И потому, когда сотник пришел к Иисусу Христу И говорит, Господи, слуга мой болен Помните, да, эту историю И когда он говорит, скажи только слово И выздоровеет слуга мой Иисус потом сказал интересные слова за него в 10 стихе И в Израиле я не нашел такой веры В Израиле я не нашел такой веры Человек уперся на слово Скажи только слово Скажи И выздоровеет слуга Вера, она всегда упирается на слово Знаете, вот возьмите Когда Израиль ходил вокруг Ерихона Бог им сказал Знаете, обойдите город И они послушали слово Божие, да Они пошли вокруг города И Бог сказал, молчите И они молчали То есть вера, она действует Но она упирается на слово Если Бог сказал, я буду поступать так И она приводит к результатам Слава Господу Вера приводит к результатам Пусть сегодня Бог благословит Я хотел бы еще раз напомнить Бог дал каждому меры веры Второе Вера должна возрастать Третье Вера без дел мертва Четвертое Четвертое А четвертое я пропустил А нет, не пропустил Вера действующая любовью Это четвертое Пятое Вера идет от сердца И шестое Вера опирается на слово Аминь Пусть сегодня Бог благословит Я хотел бы сегодня Вместе с вами за вас помолиться Давайте мы друг друга благословим Может быть у кого-то не достает веры Я готов сегодня помолиться Братья и сестры Чтобы пришло желание Ваше сердце читать Слово Божие Вникать в Слово Божие Прибывать в Слове Божие Чтобы Бог помог Чтобы вера в вашем сердце выросла Потому что вы не можете Знаете Двигаться Моей верой Я двигаю сам Своей верой А вы двигаетесь Своей верой Пусть сегодня Бог благословит Давайте встанем Продолжение следует...